На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, я в студии Галина Зорина и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Вакцинация от COVID-19 в Нефтьюганск привезли 100 доз для медиков, педагогов и соцработников. С песней «По жизни» вокальному ансамблю «Родная песня» присвоили новое звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Помощь ценою в жизнь герои предновогодней рубрики «Корона не жмет» волонтеры и родители Ульяны Александровой. В Нефтьюганск сегодня привезли 100 доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Эта партия третья по счету и она самая крупная. Но, как и предыдущая, предназначена для медиков, педагогов и социальных работников. То есть для тех, у кого наиболее высокий риск заражения. Репортаж нашего корреспондента. «Гам-Ковид-Вак» привезли на сургутский склад из Ханты-Мансийска, а оттуда в специальном термоконтейнере к нам. Сотрудники молниеносно перекладывают упаковки в холодильник процедурного кабинета. В отличие от других вакцин, от гриппа или кори, «Гам-Ковид-Вак» требует особых условий хранения. «Температура хранения вакцины именно «Гам-Ковид-Вак» минус 18. Но в холодильнике у нас температура придерживается минус 23-21 градус. Не выше должно быть. Транспортировка производилась минус 35. В октябре поступила первая партия. 20 доз. Ею привели медработников. Осложнений от прививки не было, а эффект есть. Ни один человек пока ковид не подхватил. Я сама привилась в первой партии, когда у нас доз поступала. Единственное, что первые сутки у меня на другой день после вакцинации было 38,4 температуры. А так никаких симптомов не было. Чуть-чуть слабость, недомогание, температура. И все на следующий день прошло. И второй этап, когда я сделала, через три недели вообще никаких реакций не было. Уже в начале следующего года вакцинация должна стать массовой. При этом она останется добровольной. По словам Владимира Ермолаева, прививка от ковида жизненно необходима людям с хроническими заболеваниями. Категории, которые имеют хронические заболевания, такие, как я уже предчислял, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочные заболевания, ожирение, им обязательно необходимо прививаться. Потому что, как правило, у этих людей очень тяжело протекает коронавирусная инфекция. И риск уйти в тяжелое течение, в пневмонии у них гораздо выше. Как и для любой прививки, есть свои противопоказания. Например, пока не рекомендуют ставить ее людям старше 60. Но медики уверены, что в ближайшее время будет достаточно данных о безопасности вакцины для пожилых. И это ограничение снимут. Вред от вируса несопоставимо больше, чем возможный, вероятный какой-то вред от вакцины. 75 человек вакцинированы. Мы не видим никаких серьезных последствий этой вакцинации. Напомним, чтобы сформировался стойкий иммунитет, необходимо сделать две прививки. Вторую через три недели после первой. Предполагается, что человек будет защищен от коронавируса на два года. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания, Юганск. В дежурную часть городской полиции обратился местный житель. Мужчина рассказал, что накануне потерял карту, но блокировать ее не стал. После чего с карты были совершены покупки с использованием бесконтактного способа оплаты на общую сумму 5000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъята видеозапись, на которой видно, как молодой человек в одном из магазинов города расплачивается картой, которая, как было установлено позже, принадлежит потерпевшему. Подозреваемым оказался нефтеюганец с 1970 года рождения. Мужчина признался, что просто решил воспользоваться ситуацией. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье кража и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. Телерадиокомпания «Юганск» продолжает предновогоднюю рубрику «Корона не жмет». Она о людях, которые справились со сложностями этого года и помогали в этом своим землякам. Сегодня главными героями стали волонтеры и родители Ульяны Александровой. Напомним, это история маленькой девочки, которая нуждалась в дорогостоящем лечении. В начале сентября сбор удалось закрыть благодаря огромному количеству неравнодушных людей. О маленькой девочке, которой требуется большая помощь, Тимофей Чурбанов узнал еще в феврале. Парень вместе со своей семьей принимал активное участие в сборах, особенно в период летних каникул. Ходил вдоль дорог, ездил в сургут и пытьях, помогал на всех ярмарках и акциях. Просить людей, чтобы они тоже рассказывали своим родственникам, близким друзьям о том, что есть такая девочка Александрова Ульяна в городе Нефтьюганске, у которой диагноз – пенально-мышечная атрофия второго типа. Конечно, были разные реакции. Кто-то реагировал положительно, говорил, что обязательно помогу, кто-то говорил, что уже помогал. Без масштабных концертов, но с победой в кармане. Несмотря на пандемию, сплоченность нефтьюганцев помогла в большом деле. Благодаря неравнодушным горожанам о сборе с каждым днем узнавал все больше городов не только России, но и зарубежья. Люди очень отзывчивые, за что им спасибо. Они очень помогли нам в этом сборе. Огласка, распространение информации, все-все-все. Большинство сделали люди. Они собрали очень огромную сумму, а все остальное нам уже помог округ. Десятки волонтеров каждый день проделывали огромную работу. Целыми семьями они ходили по подъездам и расклеивали листовки. Ездили в другие города, стояли с плакатами. А все для того, чтобы об Ульяне услышало как можно больше людей. Ярмарки у нас проводились, автопробеги проводились, на дороге. На дороге мы стояли, просили помощь, акции в помощь Ульяне. Что еще проводилось? Лотереи. Аквариабилитация, массаж, ЛФК, логопед, бэйби-йога. Теперь все дни у семьи Александровых расписаны по минутам. Сейчас Ульяна стала активным ребенком. Мышцы крепнут, поэтому девочка уже может стоять и ходить. Но только с опорой. С утра нам сначала позавтракать обязательно надо, потому что мы пьем гормоны. Начинается с таблеток, так скажем. Потом виброплатформа, вертикализатор. И уже едем в поликлинику, физиотерапия, реабилитация. После помощи Ульяне Александровой волонтеры не забросили группы в соцсетях. Неравнодушные нефтеюганцы продолжают помогать детям, которые особенно нуждаются в этом. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, Евгений Трефилов, телерадио компания «Юганск». С нового года изменится стоимость проезда на городских автобусах, а также на маршрутках нефтеюганск-сургут. С 1 января стоимость разовой поездки в городском транспорте подорожает на 1 рубль и будет стоить 27 рублей. Проездной на месяц для взрослых, а также школьников и студентов-очников станет дороже на 100 рублей и составит 1800 и 1050 соответственно. Поездка в маршрутке от нефтеюганска до сургута с нового года обойдется в 240 рублей вместо прежних 210. В начале декабря вокальному ансамблю «Родная песня» присвоили новое высокое звание – заслуженный коллектив народного творчества. Москва из 18 заявок от Ханты-Мансийского округа отобрала только одну – из Нефтеюганска. Это уникальное событие для нашего города. Подобного звания удостаиваются лучшие коллективы страны за высокие достижения в области народного творчества и внесшие значительный вклад в культурную жизнь своего региона. Наград у «Родной песни» не с честь, а совсем недавно коллектив снова оказался в числе лучших в стране. Всего 27 творческих команд со всей России удостоились звания «Заслуженный коллектив народного творчества». По мнению Галины Москвитиной, большие победы – это общий труд, в том числе и родители. Кстати, недавно «Родная песня» отметила юбилей. Ей исполнилось 20. А потом мы ждали уже результата, как Москва посмотрит. Отправляли прям почты и записи, и дипломы, и репертуар, и заслуги, и проекты. Все, что можно было. И вот пришел такой приказ. Теперь ждем, и свидетельство должно прийти. Песня будет рядом всегда. Казачьи, украинские, русские, народные. Репертуар у коллектива очень разнообразный. Полина Обухова уже 10 лет рука об руку идет с песней. А при мысли о вокальном ансамбле всплывают самые теплые и добрые эмоции. Коллектив «Родной песни» – это в первую очередь, с чем ассоциируется, это дружба, сплоченность. И те люди, которые всегда достигают целей, они ставят их и преодолевают все препятствия. На самоизоляции раскрывается множество талантов. Так Виктор Обухов сам пробовал себя в пении. В конкурсе от руководителя коллектива мужчина представил свои авторские частушки. Кстати, в «Родную песню» Полину привел именно отец. И успехом дочки не нарадуется. Да, конечно, гордимся, когда уезжают куда-то на концерты, выступают. Мы постоянно, у нас удаленно, мы голосуем. То есть концерты смотрим, дома орем, как бешеные. Я не знаю, ну просто эмоции зашкаливают на самом деле, когда это происходит. Другая жизнь, от всего отвлекаешься и, ну не знаю, фейерверк. После Нового года у коллектива снова намечается грандиозный переезд. Совсем скоро воспитанники запоют в новых чистых и красивых кабинетах в здании бывшего политехнического колледжа в 10-м микрорайоне. Это птица счастья, символ нашего ансамбля «Родная песня». Вот уже 20 лет она приносит удачу нам на конкурсах и концертах. Хочу пожелать нашему ансамблю и жителям города счастливого Нового года. Ансамблю «Родная песня» в Новый год к новым успехам. Нефтьюганску процветание. С наступающим Новым годом! А мечты у «Родной песни» просты – репетировать и устраивать концерты на собственной сцене. Галина Зорина, Евгений Трифилов, телерадио «Компания Юганск». Очередные серьезные изменения в дополнительном образовании. Для чего они нужны, какую роль должны сыграть и как их оценят родители и сами учреждения. Об этом пятничный выпуск вечернего гостя. К нам в студию придут представители департамента образования, а также руководители поиска и дома детского творчества. По мнению учреждений доп. образования, теперь у детей расширится выбор. Они не будут ограничены денежным сертификатом, как это было в последние три года. А наверху появится больше понимания, сколько школьников охвачены дополнительным образованием и какие программы более востребованы. Подробно об этих изменениях в эфире 18 декабря. Вопросы гостям можно задать по телефону 25 14 05. А на этом у меня все. Всего вам доброго и до встречи в эфире.